здравствуйте дорогие друзья слава богу что мы с вами знаем бога для меня это всегда радостная весть потому что люди сегодня которые попали в разные ситуации обстоятельства не об отчаянии ищут слева справа спереди сзади своем прошлом своим настоящим кого-то на кого опереться ищут людей ищут значимые имена обращаются к тем которые могут быть коварны по сути своей но из-за того что они в позиции то люди идут к ним и ищут от них защиты казалось бы вот такие страшные ошибки можно совершать потому что идти в логово идти прямо что называется на ловца и зверь бежит а тут зверь выходит а человек на него то есть вот эти вот состояния сегодня так многих людей могут приводить в опасные зоны еще больше почему потому что паника захватывает а когда пришла паника то отсутствие помощи от рассудка приходит так говорит иисус сансирахов что страх это отказ помощи от рассудка и человек который отдал себя вот этому настроению состоянию то по сути своей он попал еще в худшее положение поэтому когда мы с вами прочитываем текст описания где давид размышляет о нечестивых людях и о том какое влияние они несут на окружении то нам конечно хочется как можно подальше от них держаться но если эти люди рядом с тобой рядом с вами живут либо работают либо учатся то конечно здесь очень важно каждый день об этом с богом говорить господь защити меня от духовной инфекции от духовного заражения потому что во что на что мы смотрим в то начинаем преображаться если часто видим таких людей и нам не уйти от них по ряду причин то образ их жизни и мышление начинает влиять поэтому пусть господь нас защитит и сохранить от этого коварства сегодня текст писания 10 стих прежде нежели котлы ваши ощутят горящий тюрн и свежая и обгоревшая разнесет вихрь здесь давид говорит уже о каком-то устройстве в жизни этих людей что они хотят котлы себе топить значит что-то варить или где-то согреться но и в этом он говорит пусть господь вмешается так чтобы их замысел он даже не давал им устроиться на этой земле чтобы пришло какое-то прозрение понимания что коварство приводит к тяжелейшим последствиям в жизни этих людей поэтому он хочет чтобы чтобы такие люди не устраивались но с одной стороны ассав когда-то увидел и говорит я даже позавидовал нечестивым видео их благоденствие то есть до какого-то степени бог позволяет этому быть позволяет вроде бы пользоваться делами своими хотя негативными но это до поры до времени мы с вами уже прочитывали текст говоря о том что есть весы на которые приходят дела рук это как раз в этом псалме чуть выше но весы божьи они до определенной меры ожидаются и когда-то бог сказал аврааму о том что потомство его будет вы овладевать народами и землями но после того когда чаша беззакония амареев наполнится то есть на том этапе она еще была не наполнена и какие-то чаши какие-то меры есть у бога на все и вот тогда когда вдруг эта мера переполняется или дополняется то господь говорит все и это слово этот вердикт он окончательный поэтому пусть господь и в этом смысле будет приходить в жизни людей как сигнал для прозрения и вот этот сигнал прежде нежели котлы ваши ощутят горящий терн и свежая и обгоревшая да разнесет вихрь пусть господь благословит видеть нас как он разбирается с нечестием на этой земле небесный отец я благодарю тебя что у тебя есть твои суды твои планы твои определения их никто не остановит я благодарю тебя потому что ты знаешь как разобраться с нечестием ты знаешь как разобраться с устройством тех которые нечестие несут поэтому пусть и наш голос к молитве давида к его решением желанием будет присоединен я благодарю тебя что ты нас слышишь ты отвечаешь и твои ожидания к нам пусть они оправдаются в нашей жизни помоги нам соответствует твоим ожиданиям соответствует твоим намерением и планам нас и они обязательно состоятся и сбудутся во имя иисуса христа аминь всего доброго до новых встреч до свидания